В республике проходят диалоговые площадки по обсуждению проекта закона о Всебелорусском народном собрании. Задача экспертов – объяснить юридические тонкости документа и ответить на вопросы белорусов. В этом году ВНС приобрело конституционный статус. Теперь предстоит встроить его в государственную власть. Общественные дискуссии продлятся до 2 ноября. Беларусь по итогам года ожидает достичь рекордного экспорта продовольствия на уровне 8 миллиардов долларов. За 9 месяцев на продажах за рубеж уже заработано свыше пяти. Половину – на молочной продукции. Что касается упаковки, проблем с татропаком уже нет. Идут поставки из Китая, России и ряда европейских стран. Прорабатывается и вопрос отечественного производства. В Беларуси сентября 2023-го заработает база данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов. В системе будут указаны сведения о гражданстве, дате рождения и месте регистрации, плюс информация о близких родственниках. Доступ к ней появится только у специализированных учреждений. В Бобруйске задержали продавца марихуаны. Местный житель хранил дома больше килограмма запрещенного вещества. Мужчина признался, что самостоятельно сорвал и высушил растение. Выйти на нарушителя удалось благодаря одному из покупателей. Возбуждено уголовное дело. БелЖД назначило более 40 дополнительных поездов в период ноябрьских праздников. Составы будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Межрегиональные составы отправятся в областные центры. В международном сообщении в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск.